Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 13 выпуск 5 сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске на улицах Таркова забрал и вынес папку по квесту «Барахольщика» Аудит, пометил газель с химикатами на таможне по квесту «Реагент» часть 4, в офисах забрал папку, которую сегодня, кстати, планирую заложить на заводе, выполнил квест «Бомж с полихима», убив 25 диких на таможне, нашёл в рейде силовой кабель, который позволил закрыть садоводство часть 2, и закрыл путь вышивальщика Филин, так как на таможне за дикими ходил ночью. Выпуск поддержали финансово Иван, Ноу Профайл, Стефан, Джей Декс, Саня и фанат Хиар. Это вам спасибо за огромную поддержку, мало того, что суммы не скромны, ещё и комиссию оплатили. Будьте здоровы! Видеогайд посмотрел, обязательно как-нибудь попробую таким маршрутом прогуляться дикарём, хорошая инфа. Ещё раз спасибо вам за щедрость. Всем приятного просмотра! В пищеблоке у меня сварилось ещё две банки тушёнки, которые мне нужны по сельпой, теперь у меня общей сложности их 15, так что как только будет доступен квест, мы его сразу же закроем без проблем. Насчёт тренажёрного зала всё правильно вы написали, спасибо, что делитесь инфой в комментариях, в общем, оверлей я отключил, спокойно потренировался, сломал руку, всё нормально, но уже залечил, так что тренажёрка работает. В предыдущем выпуске мы закрыли реагент часть 4 для лыжника и провалили пару квестов у прапора и у терапевта, теперь даёт возможность Тарков нам восполнить очки лояльности. Для прапора это квест без обид, мне нужно раздобыть ручные гранаты М67-10 штук. Галочка не нужна, можно их просто купить на барахолке. Передаём гранаты, закрываем квест без обид. Ничего, кроме возврата лояльности, здесь нам не светит в качестве награды, но это ничего страшного. Аналогичный квест «Забудем старые обиды» у терапевта. Мне нужно будет для выполнения передать несколько ключей, это 303-й общаги, ЗБ-014 от бункера леса, военные КПП от таможни и от кладовой заправки, это тоже таможни. Всё, ключей полный комплект, можем передавать всё это добро терапевту, и таким образом мы возвращаем утерянную лояльность за провал квеста. Простое любопытство, по-моему. Сегодня на повестке дня посылка из прошлого. Я ходил на таможню, в предыдущем выпуске забрал эту папку из офиса Таркона. Теперь эту самую папку мне нужно заложить на заводе во времянке, на втором этаже, возле открытого выхода. Если не получится, то придётся снова на таможню и завод. В общем, пока не закроем квест, сегодня будем курировать завод, таможня, завод, таможня. В честь китайского Нового Года нам выдали кое-какие подарки. Я вот, наверное, пистолет-пулемёт-какашка вот это буду использовать. Я вообще с ней практически не играл никогда. Да, посмотрел, что там по глушителю, хороший у него, конечно, положительный, минус 10% к отдаче. Но он, зараза, такой дорогой, у меня, честно говоря, жаба душит тратить такие деньги. Значит, за ЧВК в первую очередь я пойду сегодня на завод с этой ППХ-ой. Но пойду на ночной завод в надежде на то, что будет больше шансов выжить, так как мне надо не только заложить её, но и выжить в эти с локации. В принципе, там и пробежка считается, я проверил на ПВЕ. Так что вперёд из песни, на ночной завод, пробуем закладывать папку. Вот, блин. Прямо тут он. Вы-то заряжены. Прямо тут он. Смотри, какой, а. А, он пошёл дальше. Вот это времянка мне нужна. Да ну капец. Только подумал, что ПВП пронесло и можно закладывать, и нифига вышел в последний момент. Ну ладно, пошли опять за папкой на таможню. Так как я направляюсь в офис таможни снова за папкой, я могу попробовать сделать ещё и садоводство. Часть третья. Там нужно будет на складе конфиската забрать груз с видеокартами, коробку. Значит, пойду за угом, в трофейном практически во всём. И ключ от офиса я с собой взял. Всё окей. Короче говоря, от таможни мне нужен только офис Таркон. Захожу туда, забираю папку и забираю посылку, коробку эту, и на выход. Так. Понятно. Значит, нам у нас сначала надо будет в офис Таркона сгонять. А потом уже в обратном направлении, к выходу, да? На одну катку пинг 180, 170, другое 150, 160. Наверное, и правда, я основан на Миддл Ист. Переключусь на свой, на Ближневосточный сервер. А я не буду мозги парить. Пока в любом случае нет крайней необходимости завершать этот квест Друг Запада. У меня ещё куча целых квестов, которые можно выполнить. А здесь всякие как-нибудь сами по себе настреляются, да, я думаю? Пробуем, внедряемся. Так, мне наверх. Говорят, что эта коробка для механика, которая посылка, может тоже быть не в офисе, в самом, а где-нибудь здесь, в помещении. Сейчас посмотрим. Нет, коробка на месте, правда, в другом месте. Вот здесь. Раньше она тут постоянно была. Так. Всё, можно идти домой. И нужно идти домой, я считаю. Сколько он стоит, этот пропуск? Да ладно, боксами. Мы заберём. Флешку было бы найти вообще замечательно. Губа не дура. Так, ладно. Пошли в сторону выхода. Куда будем пробовать выходить? Через старую заправку? Или на общагах попробовать выйти? Так, на общагах... На общагах стрельба. Давай тогда. Попробуем. Через эту сану. Там на стройке тоже стрельба. Так. На стройке взрыва, точнее. Давай попробуем через старую заправку. Тьфу, ё-мо-я-мо-я. Соргаза такой. Кто это? Эй. Неужели этот дикий так стреляет? Ну, хорошо, что свалить хотя бы смог. Что там, живой? Живой. Эти мелочи бы не долечивать теперь. Чё, кто это стрелял? Дикий или кто? Вроде посмотрел. Вроде никого не было. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Главное... Главное не спешить, да? Стараться вдумчиво играть. А не наугад. Это да, всё должно... Балмен гладко идти. Да, это дикий, по-моему, прикинь. Вот жука. Накошмарил меня не по-детски. Но пока вроде бы никакой возни не слышал. Он по правой стороне, поэтому, наверное, будет правильнее пойти. И по правой стороне. Там с той стороны уже чувака идут. Блин, им вообще пофиг на эти девятки диким. Они их не чувствуют вообще. А, и пошёл. Нужка запуталась. Пробежал. Ключ только остался. Ладушки. Так, лучше, наверное, по правой стороне, я считаю, идти. Постараюсь прям по краешку карты. Здесь кто-то. То ли есть, то ли был. Юсек был. Погиб Юсек. Ну, смотреть не буду. Мне главное свалить отсюда. Чем скорее, тем лучше. Так, а что там? Может, ЗБХ активировали? Нет. Ну, будем надеяться на то, что работает выход у меня на старой заправке. Это ближайший мой выход. Блин, по-хорошему бы докинуть магазин, да? Давай, быстренько докину. Вот, с полными магазинами оно как-то всё поспокойней. Блин, откидывание ещё эти. Не, надо на свой, короче, сервер идти. Некомфортно всё-таки с таким пингом играть. Кто бы что ни говорил, как-то, типа, пинг не влияет в игре. Но всё равно некомфортно за сотню. По две сотни, точнее. Выход работает. Смотри, зелёный фаер горит. Так что я попробую здесь и выйти. На этой заправке старой. Тут и есть. Дикий, я надеюсь. Блин. Да как ты видишь меня? Я даже не понимаю, где он примерно. А, вон он. Блядь, тут нашего завалили. Ну что за приключения? О, мать твою, ну фига. Да, какая отдача отвратительная, а. Я его не убил, по-моему. Убил. Ой, капец. Не, а ужик только, по-моему, на ближней дистанции более-менее адекватный. А дальше уже что-то капец его колбасит. Сдаём квест механику и ещё раз на завод отправляемся. Только перезайду, поставлю свой сервер. Ну, тем не менее, около 13 минут ушло, одного эсека забрали, капнуло вдруг запада, да? Настрелял несколько диких, но главное, что я свои предметы, которые я хотел вынести, вынес с локации. Садоводство, часть третья. Мы квест можем закрывать, но шли склад конфиската, нашли игру с видеокартами, передаём и получаем награду. Можно сказать, попутно сделал этот квест. Садоводство, часть четвёртая. Найти в рейде видеокарты, кулеры, процессорные. Этого добра у меня нет, только один кулер есть и всё. Стрелок от бога, бешеный квест, который я, честно говоря, даже не знаю, выполню ли или нет, или опять он останется у меня невыполненным до вайпа. Теперь нужно на шести локациях убить бойцов ЧВК выстрелом в голову с расстояния не меньше 125 метров. Шесть локаций на каждой по три ЧВК. И выдаёт квест тайны корпоратов. Поэтому квесту нужно на насосные станции на маяке сходить и забрать там кое-какие отчёты бумаги. Отправляемся на завод за ЧВК. Пойду с бесшумным кедром, пару запасных магазинов. Теперь не пойду в ночное время, что-то я не вижу смысла, никакой разницы. И там, и там, что-то душняк. Значит, в дневное время моя задача та же самая. Мне нужно проникнуть в эту времянку и заложить там папку. Ой, спасибо, Тарков. Прям сюда, ну блин, дай заложить, а? А, он внутрь пошёл. Есть! Фу! Ну, наконец-то, хотя бы с этой, блин, папкой не надо будет возиться. Осталось выжить в этих локации. Трикот. Трикот. есть такой тубер был что я пошел я пора домой но так как я его не посмотрел скорее всего пробежка будет однако мне и пробежка годится я пошел на выход не манал тут ходить лучше квест закрою вот это вообще другой разговор полторы минуты 890 опыта и статус выжил это скорее всего за счет того что я чего к подстрелил скорее всего в голову да так что все нормально папку заложил еще и вышел живой из завода ну сказка прям посылка из прошлого для прапора квест мы завершаем с папкой справились завода вышли живым дальше подъезжает квест нефтянка поэтому квесту четырьмя маркерами которые мне дает прапор нужно пометить прицепы цистерны на таможне значит идем на таможню все маяки которые мне дал прапор я с собой взял мне 4 наливника надо будет пометить беру с собой горностай на коллиматоре глушенный будем стрелять и качать навык владения снайперскими винтовками ну и кольца байперу на случай если вдруг топорюга какой попадется может быть с пистолета себе подстрелить чуваке так вон куда-то меня до заспавнил тарков заспавнил далеко-далеко однако тогда начнем с новой заправки попробуем попробуем или со старой нет лучше наверно с новой или нет лучше наверно со старой начать да вообще без разницы надо какую-нибудь уже пометить чтобы в дальнейшем уже проще было выстраивать маршрут впереди впереди там стрельба этот товарищ нам помешать может короче попал наверно да теперь он по мне стреляет не убивай блин стамина зараза ух пронесло в мешках ничего не появляется ничего окей вот он первый наливничок а дикий так и кошмарит меня да точно не бейте дяденька я мырный как мне его отсюда зацепить а далековато да ты чё серьёзно короче он от меня не отстанет по-любому блин да так все ближе и ближе стреляет отстань а отстань противный на старую заправку пойду это тут дикий ворчал но по моему левее где-то в районе а нет где-то близко коня нашел пацаны коня о кум вот этот нужен по квесту механику с галочкой сегодня всем будет хорошо о это нормально если потороплюсь то успею ещё на старой заправке заложить маячок до того момента как пройдёт тот товарищ который стреляется там открыта дверь кто открыл чё такое дикий появился прямо передо мной зелёным там стоял стоял щеметь заебись четко базару нет тебе да он делся давай 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 блин сейчас пробежит тот чёвак еще один пришел не надо давай приклеивай все надо дождаться пока приживется по башке попал деда в шлем затанковал не зря взял все получилось да отлично отлично все пару маяков поставили теперь два маяка остались один на стройке один на гаражах за гаражами слышал да вскидывается слева а там два диких все понял один внутри другой на тайнике да моя тихо 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 интересно девки пляшут ну ничего попадание есть время от времени так что навык владения качается потихоньку с тем чего не ясно страшно готов он живой или что это так еще где-то должен быть это еще не все это еще дикарь должен быть я пошел дальше а куда я пошел мне же на стройку надо ел упала так вот через базы решала попробую завалится вроде кого и не лутал никто выходит кулер квестовый ну кулеры это в принципе не проблема так то ооо вот это я точно домой заберу 40 shift она мне нужна по оружейнику который у меня сейчас висит что то есть под тряпкой золотая цепочка пойдет вот по мелочи туда-сюда приятно что то нашел блин бежит кто-то не я пвп не вывезу с такой болтовочкой как у меня блин он прям где-то рядышком тут а это дикий вообще кто-то разговаривал или не послышалось что то где-то не отходу на тиглютши чётку оно здесь который здесь здесь Так, надо маячить идти. Так, я пока скину сюда, вернусь потом. А что по времени? Что, челобот был уже? Нет, навряд ли. Хотя, возможно, да? Кто-то проверку на вшивость, походу, закрывал. Все, маячим, уходим. Все, отлично. Последний маяк остался. И он на той стороне. Надо будет через канал сейчас переправиться. Спокойно как-нибудь. Пока совсем не стемнело. По темнякам не лазить, не да? Тут стрельнул. Куда он? Что, он там на выход он собирался? Или куда? Или в ту сторону переходил? Или в эту сторону переходил? Сложно. Но я уже не хочу там идти. Я, пожалуй, через центральную переправу попробую прошмыгнуть. Должно получиться, я думаю. Хотя разница не особо большая, да? Погнали. Ой, мать твою. А, он на мосту, представляешь? Он на мосту. Ну и ладно. Нафига они как далеко стали заходить. По-моему, раньше они не доходили до тут, на мост. На мост прям. Прикольно. Так, хорошо. Я перебрался уже. Прогресс. А что касается пометки. Вот там надо выживать, выходить с локации. Мне интересно знать. Потому что я хотел бы картотеки посмотреть. А, я ключ от офиса не взял. Я хотел еще в офис зайти. Блин, ладно. О картотеки, гаражи я бы хотел полутать. Чтоб уже раз уж на выходе. Чтоб хотя бы с лутом выйти. Да и плюс, надо же газан искать. Мне один газоанализатор еще сдать надо. Судя по всему, лутали. Тела лежат. По тому, по тому дикому стреляют. Где-то по вагонам лязгивает поле. Кто-то глушенный по тому дикому. У нас, которого я видел, да? Стреляет, походу. Кого-то, по-моему, справа слышу. Нет, все окей. А, нет. О, здесь не тронуто. И че тут добра? Че за хрень? СВ-98. Пока заберем. Пойдет. Вот так вот. Вот так вот. Нет, тут смотри, блин, не лутали. Ёлки-палки. Это может быть очень даже вкусно. Свеча зажигания. Помню, нужны. А, для генератора, по-моему, нужно будет 10 штук. Вот он уже близко, в общем. Ладно, по-хорошему бы надо чесать отсюда. Помню, на пятки уже наступают здесь. У меня такой расклад не внюх. Пойдем туда. Пометим сразу этот наливняк последний и все на выход. В принципе, полный мешок есть. Даже парочку квестовых предметов имеется. Я посмотрел эти аккумуляторы маленькие. Я, оказывается, не могу варить пока, по крайней мере. Джаконы сломанные могу варить. Вот смс-очка новая, сутра. Блин, чем пожертвовать? Бунтик. Вот это. И вот он, последний наливняк, который мне нужен был. Все, приживается. И я выхожу вот здесь. Ну что, я пошел? Все, можно выходить. Как раз выживание и выход с локации нужны, да, судя по всему? Да, так точно. Отлично. Сейчас закроем квест еще один к пропору. 20 минут, ни много ни мало, но мне пришлось через всю таможню и зигзагами это все дело лавировать. Четыре наливника мы пометили, избежав при этом смерти и вышли с локации. Нефтянка квест закрываем. На таможне четырьмя маркерами пометили цистерны и выжили, вышли с локации. Прапор теперь дает квест компромат, поэтому квесту нужный кейс для документов. Ну, в общем, папку снова забрать на таможне во времянке, которая находится возле автобуса на этой стоянке. Еще выдает квест бункер, часть первая. Мне нужно спуститься на резерве в подземку, в этой подземке найти комнату управления и выжить, выйти с локации. Блин, серьезно, ключ от временки на заводской зоне таможни. Вот этот ключ мне нужен и он только в бартере, оказывается, есть. Его не продают просто так. Настолько редкий ключ, что ли, стал? Давай, иди-ка вот это на развязку я, наверное, отправлю. Посмотрим в картотеках флехи. Газан мне нужен, флеха нужна, там на развязке должно быть это добро. Пойду тогда посмотрю на этой самой, как ее, ТЭЦ. Там уж куртки никто не взял, не смотрел. Хотя она вряд ли, но всякое может быть. ТЭЦ, потом куда можно будет, на МЧС или на ЖД пойти. Блин, 20 минут есть, можно было бы что-нибудь еще куда посмотреть, помимо всего этого. Ладно, мы тогда здесь сейчас все посмотрим, если будет... Возможности, необходимости. Как можно больше тачку-то посмотрим. По курткам. Сейчас давай посмотрю, короче, что будет в этом самом... На ТЭЦе. Если тишина полная, я ничего не найду интересного, то пойду внутрь прям забегу, где... Этот самый, Кила двигается, обычно. Там картотек, куча целая. Может быть там в картотеках я добро найду себе какую-нибудь. Тут чисто по курткам посмотрю. И по ящикам с инструментами. Кто-то, блин, стреляется, елки-палки. А у меня брони никакой нет. Ладно, тогда сразу же к этому плану Б приступаем, да? Я уверен, что там картотеки целее намного. Хотя, фиг его знает, сейчас и проверим заодно. Я не совсем понял, где тут стрельба была. Там то ли стоза, то ли смосеньки шлёпали. Пока особо терять нечего. По Шурику, вперёд. Параллимиком прям туда пойду. Нет, тут стрельба, по-моему, и была как раз. Ну, если получится, то можно будет кучу целых картотек посмотреть. Если нет, то, по крайней мере, вон я говорил, тут стрельба была. Если мне не помешают полутаться, то можно будет даже на газан рассчитывать, я думаю. Тут можно найти. А можно и не найти. Чё такое? Золотой смартфон. Нет, тут похоже, что не смотрел ничего. Где-то там стреляют. Лязгают пули. Ну и ладно. Вот сюда. Давай, пошарим. Флэшик. Штуки 4. Я домой. По дейлику дэбатарейка. Ну, там дейлик такой, там лояльности никто не отсыпает. Поэтому я его даже рассматривать не стал. Там две штуки такие, да батарейки надо было. Ну? Хотя бы что-то для убежища, да? Всё, не голяк. Да, в картофеках реально лутом меньше стало раньше. Блин, сидишь, копаешься, ковыряешься туда-сюда. Ну? Ой, хорош. Вот это вкусная штука. Это нам надо будет для убежища тоже. Чё тогда, магазин и электроники пойдём? Я недоволен тем, что я нашёл. Честно говоря. Этого мало. Пофиг. Ничего, квестового нет, поэтому я, даже если сольюсь, то не расстроюсь ни разу. Будем шарить до тех пор, пока не найдём что-нибудь вкусное. Аху какую-нибудь. Который мы увидим и скажем, вот, теперь надо домой идти. А вот, что-то, а, это, вот, питание. Сбоку на газан был похож. Чё, и всё? Ещё один золотой. Нормально. Ладно, ищем дальше. У меня эти золотые смартфоны ни к чему. Это наш. Это наш. И то, не это, и это не то. Апотечка есть, зато теперь. В принципе, у меня хватает времени на то, чтобы посмотреть сейчас техноспектр наверху. Если там не алё, то я пробегусь насчёт газана, посмотрю здесь. Раз уж я сюда попал, на эту локацию, это не зря. А это значит, Тарков что-то хочет мне подкинуть. Никак не иначе. Смотри, а тут качественно выгребли-то всё. Молодецки. Не помню, я сдавал эти процессоры или нет. По-моему, нет. На первом этаже не дышать. Блин, подумал газан. Мне сейчас всё прямоугольное кажется газоанализатором. Потому что мне нужен газан. Дай газан, Тарков. Газана нет, получите электродрыгатель, говорит. Счётчиков, гейгера, куча. Но то, что мне нужно, отсутствует. Айда, тогда по полкам поглядём. Надеюсь, это свои челоботы забежали там. Ну, сейчас аккуратничать, что-то осторожничать. Уже времени нет абсолютно. Красный таймер. Пора только осматривать, что там снаружи лежит здесь, туда-сюда. И всё. Домой чесать. Вот так вот, прям на полке, может лежать газоанализатор здесь. Ага. Ха, ну и чё, нормально? Блин, он как раз с этой стороны. Нормально живём, пацаны. Зачем, бля, чё? Дикарей почекрыжили. Пропанище. Но пока не нужен. Не буду заморачиваться, собирать его. Опа, это чё такое? Балтики. Ну вот и не нашёл нифига. Не повезло с газанами. Кругом трупы валяются. Куда не сунься. Локацию зачищают прям конкретно, да? Похоже, что. А, вот это можно тоже забрать. Свеча зажигания. Моро-то стекло. Шланг пригодится. Семь минут. Пора уже домой. Есть ещё вариант посмотреть тут пару тайников по правую руку. Блин, бронеразгруз у него навозится. Уже не охота. Боюсь, времени мне не хватит на это. Уф, я думал, сломаю сейчас ноги. Вроде как и есть лу. Да, и туда, и сюда. И для убежища кое-что какие-то предметы нашёл. Электродвигатели, блоки питания. Но, блин, это всё не то. Мне нужно совсем другое. Все эти двигатели, блоки питания, это же всё, блин, купить можно, по идее. Ну, и пока это всё я теперь переложу. Упаковал. Вся, вот здесь сейчас сумку найду. И в сумке 100% будет лежать газоанализатор какой-нибудь. Электродрайль, а мне её некуда сложить. А, она мне нужна будет. Что тогда, двигатель скинуть? Или блок питания скину? Ладно, чё, пошли домой. Блин, хотел по картотекам, по курткам посмотреть на резерве. Чё-то на развязку запустился. Какая-то, цемы, тянет меня чё-то на развязку. Магия какая-то. Вообще, сюда по-хорошему будет ЧВКшником залететь. У меня там квест висит на 25 диких. Убить надо. Однако. Чё-то вроде тихо. Получается. Ну ладно, зато часть предметов для убежища вынесем. Это уже неплохо. Вот так вот. Так, по садоводству второй части пару колеров можем сразу передать тому самому механику. И ему же по сигналу части второй мы можем передать аккумуляторную батарею, ещё одну и три смартфона. Но смартфоны я могу варить уже сейчас в убежище. Можем попробовать закрыть оружейника часть. Шестую мне нужен АКМ с ручкой Fortis Shift, которую я нашёл в рейде недавно. Глушитель магазина MacBook на 30 патронов с эргономикой выше 40, отдачей 350 и прицельной дальности 800 и выше. Давай соберём. Вот такой красавец у меня получился. Всё собрали без каких-то изысков. Самое сложное это было вот эту Fortis Shift найти. Всё остальное за копейки в принципе доступно. Прицел у меня трофейный был. Значит оружейник часть шестая, мы квест закрываем. Дальше у нас оружейник часть седьмая. Здесь необходимо модифицировать М4А1. 124 тысячи предлагает М4А1 купить. Давай купим, пофиг. Так, открыл в общем лыжника, второй уровень лояльности. У него тут модули кое-какие есть. Возможно они мне сейчас тут пригодятся на сборке для оружейников. Тут оставалось немножко, я евро просто купил у него и всё. Почему я за такую сумму купил эту М-ку? Потому что здесь ствол 260, и он как половина этого оружия стоит, только ствол. Плюс если смотреть сама М-ка, сколько стоит? Под 90 тысяч. Ну в общем, я думаю, что это выгодное приобретение. Так, а что он вообще здесь просит? Говорит, М4 собранная, оглушитель, расширенный магазин на 60, эргономика больше 47, отдача меньше 300, вес 3,8 килограмм, дальность 800. Понял. М-ку у меня тоже получилось собрать. Тут самое, в общем, что необходимо, главное знать, да, это то, что ствольная коробка, ГИН-3 навески нужна, она очень эргономичная. Но и ствол короткий, 260 миллиметров, тоже выручил. Мне повезло, что я смог вместе с оружием купить сразу с этим коротким стволом. По условиям квеста требуется магазин на 60 патронов, но я поставил на 100 патронов, и он проканал. Пока работает, можно так закрывать. Передаём М4А1, и оружейник часть 7 тоже закрываем. Оружейник часть 8. Здесь нужно будет уже собирать АКС-74Н. За счёт оружейников, смотри, докачался до 20 уровня, и теперь у меня механик второго уровня лояльности. Вот такое вот мне цевьё нужно, и оно оказывается сейчас в бартере у меня доступно. У меня механик как раз открылся второго уровня лояльности, и за три азухи я могу у него бартернуть эту штуку. Зашибись. Так, значит, чё ты там мне говоришь на АКС-74Н в зените, эргономика 65, отдача 250, место не больше 10 ячеек. Главное, говорят, цевьё Б-30 с накладкой Б-31С. Это сейчас выменили мы тактическая рукоятка РК-0. У меня есть трофейная, приклад БТ-3 имеется, магазин АК-12, фонарь, клещ 2Х, и всё остальное от зенита, говорит, что найдёшь. Хорошо, сейчас поищем. Я ещё и АКС-74Н собрал, в общем, тут всё полностью зенитовское. У меня цевьё я выменял, получается, тактическая рукоятка трофейная была, и пистолетная рукоятка трофейная. Крышку ствольной коробки пришлось прикупить, это самое дорогое, что тут есть на автомате. Передаём автомат механику и закрываем оружейник. Часть восьмая, нифига себе. Вот такие разбитые смартфоны G-Phone мне нужны. Три штуки, поэтому потихонечку есть возможность их варить сейчас на верстаке, потихонечку пусть они варятся. И пищеблок второго уровня я запускаю. Докупил тут необходимые предметы. Четыре часа займёт улучшение. К следующему выпуску я просто возьму и сварю себе сигареты и закрою кость. Вредная привычка. Нормалёк, освещение второго уровня тоже заказываем. Бам, сразу же устанавливается. Ну вот, теперь поуютнее будет. Да, у меня в схроне. Хорошо. В убежище, то есть. Заказываю улучшение вентиляции до второго уровня. Прикупил аккумулятор и прикупил три кулера. Поехали. Три часа будет готово. И для верстака я тоже докупил предметы. Тут как раз в адекватной цене, теперь в адекватной стоимости стали наборы для инструментов. Раньше или за 100 тысяч там стоили. И заказываем себе улучшение верстака. Три часа времени на это уйдёт. Оказывается, и тир могу поставить. Все предметы практически были, за исключением скотча. Три штуки я купил и один набор металлических этих частей. Восстанавливаем. Час времени и у нас будет тир первого уровня. После вайповая истерия с ценами вроде бы как заканчивается. И теперь спокойно можно будет убежище себе прокачивать, закупаясь на барахолке. Как-то сегодня по квестам продуктивненько прошлись, да? От них только оружейников три штуки подряд закрыл. Всё, на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю всех за поддержку, за пальцы вверх и за ваши комментарии. Всем приятной игры, хорошего настроения. И до следующего выпуска. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»